Метро камуфляжной ткани цвета мох. На ощупь похожий на плащевую, но непременно с огнеупорной пропиткой. Руки мастериц, часы кропотливой работы. Этой зимой добровольцы движения ЗВ начали изготавливать маскировочные сетки для наших военных. Снега в местах сражений практически нет. Оттенок приглушенной зелени идеально подошел к ландшафту. Претение в форме листочков плотное, не просвечивает. А теперь делаем надрезы треугольные, которые при растяжении, переплетении имитируют сухую листву. То есть она при движениях определенных, при дуновении ветра, например, она будет имитировать движение листьев сухих. Зеленые ленточки отправляются в другое помещение, где женщины вплетают их в сеть. Размер готового изделия 3 на 3 метра. Компактные сетки на местах дислокации наших военных удобно связывать между собой. Образуя внушительный маскировочный покров. Плетется очень просто. Ничего сложного здесь нет. Поначалу вроде как еще голова думает, куда протянуть и как сделать. А потом уже руки на автомате это делают. В результате сеть получается с такой вот, как положено, сеть маскировочная должна 30-40% пропускать. Ландшафт, чтобы видно было. Плести можно и дома. Единомышленники из движения ЗТВ могут привезти стапель. И умельцы с радостью поделятся премудростями. Если есть место дома, то мы делаем стапеля размером вот на сети 3 на 6 метров. Если место мало дома, то мы делаем мелкие стапеля. То есть на данный момент уже 8 или 9 стапелей мы по домам развезли. Если вы хотите этим заниматься, если у вас есть время и есть руки свободные, пожалуйста, обращайтесь. Любому человеку нужен очаг. Тепло и свет необходимы, особенно в полевых условиях. Решение есть. Российские военные не останутся во тьме и холоде. Когда тебе захочется сдаться, вспомни, почему ты так долго держался. На всех блиндажных свечах, сделанных ульяновцами, вот такие мотивирующие, жизнеутверждающие высказывания. И не только. В воске и парафине, каждая из них заключена и церковная освещенная свеча. Добровольцы готовят свечной воск у себя дома на кухнях. Разливают в консервные банки и вставляют фитили из гофрированного картона. Они разных форм. Снежинка, крестик, улитка. Одни горят жарко и быстро и подходят для подогревания пищи. Другие же выполняют функцию печек. С их помощью можно согреться самому и поделиться теплом с товарищами. Если брать улитку, она дает очень большое пламя. Очень хорошее, очень жаркое. На ней погреть, приготовить. Но она горит меньше всего. Но пламя зато очень хорошее. Если брать снежинку, это и свет, и приготовление еды, и обогрев. И простые вот крестики, они горят дольше всего. Добровольцы отправили тысячи свечей за эту зиму. Позаботиться о наших мужчинах вызвались и другие неравнодушные ульяновцы. Самые милые сердцу и уютные вещи создают, как правило, женщины. Также у нас есть направление спецназ, называется от слова спицы. Это девочки, которые вяжут носки. Это уже там количество носков, отправленных на фронт, исчисляется тысячами просто. Команде тыловиков необходимы помещения для расширения производств. Добровольцы будут рады помощи от представителей коммерции. Виктория Черкова, Герман Баранов, Улправда ТВ.